С вами Николай Пемненко в проекте Дата. Сегодня 31 марта. И давайте сразу о родившихся в этот день. 1596 год. В этот мир приходит Рене Декарт, французский философ, математик и физик. Он положил начало аналитической геометрии. В астрономии известен как автор теории вихрей, в дальнейшем не получивший подтверждения, но долгое время соперничавший с теорией всемирного тяготения. 1732 год. День рождения Франца Йозефа Гайдена, выдающегося австрийского композитора. Он создатель 104 симфоний, 83 квартетов, 52 фортепианных сонат. На момент своей смерти он был самым состоятельным композитором Европы. Но едва ли Гайден предполагал, что посмертно окажется отцом национального гимна Германии. Гайдена, сына поварихи и каретника приглашали к княжеским дворам. Его музыку исполняли во время коронации. А Наполеон, который взял в Вену как раз в те дни, когда Гайден лежал на смертном адре, распорядился установить почетный караул возле дома своего любимого умирающего композитора. 1872 год. День рождения Александры Калантай, советского дипломата и революционерки. Историки называют Калантай слишком революционной даже для своей эпохи. Она стала первой женщиной-министром в мире, а впереди более чем на полвека Голдмейер и Маргарет Тэтчер. Александра Калантай также была первой женщиной-дипломатом в мире, когда в 22 году прошлого века ее назначили послом в Норвегии. Год 1872. День рождения Сергея Павловича Дягилева, русского мецената, продюсера, который стоял у истоков мира искусства, создатель группы «Русский балет Дягилева». В 1907 году Париж впервые слышит пение Шаляпина и музыку римского Корсакова, Рахманинова и Глазунова. С этого момента начинается история знаменитых русских сезонов Дягилева, которые вмиг сделали все русское самым модным и актуальным в мире. Фантастический успех первых сезонов, в программу которых входили балеты «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная», дал европейской публике понять, что передовое русское искусство – полноправная и интереснейшая часть мирового художественного процесса. Год 1882 – день рождения Корнея Ивановича Чуковского. Настоящее имя – Николай Васильевич Корничук. Поэт, переводчик, литературовед. Он является самым издаваемым на территории России детским писателем, обойдя Виктора Драгунского. Помните его Денискины рассказы? Корней Иванович переживает троих из четверых своих детей. Так, младшая дочь Мурочка, героиня и адресат многих произведений отца, умирает в 11 лет. В короткий период ее жизни написаны почти все детские знаменитые сказки Чуковского – «Тараканище», «Мой да дыр». А когда Мурочка была уже безнадежно больна костным туберкулезом, Чуковский пишет книгу о чудесном докторе Айболите и надеется. Год 1948 – день рождения Владимира Винокура, народного артиста России. А в 1971 году родился Павел Буре, хоккеист, игрок сборной России в прошлом, прозванный в НХЛ «русской ракетой». Событие дня – 1682 год. Сожжение Аввакума и его последователей на костре. Начинал как протопоп города Юрьева Повольского, участник влиятельного кружка ревнителей благочестия, друг и соратник будущего патриарха Московского Никона. Ну а затем он становится противником церковной реформы, начатый, кстати, этим самым патриархом и царем Алексеем Михайловичем. С этого момента он видный деятель старообрядчества в период его возникновения. За свою религиозную деятельность был сослан, заточен в тюрьму и в итоге казнен. В старообрядчестве почитается как священно-мученик и исповедник. 1873 год. Гибель Атлантика. Самая крупная катастрофа на Атлантике до Титаника. В первый рейс корабль отправляется 10 июня 1871. В последний 20 марта спустя два года. Под командованием капитана Уильямса. 31 марта Атлантик попадает в густой туман, но не сбавляет хода. На подходе к гавани поднимается шторм. Атлантик окружен льдами. И тут его потряс сильный удар. Начинается паника, посадка в шлюпки. Из-за крена спустить их было просто невозможно. И через 20 минут судно разламывается на две части. Спасательные шлюпки появились только утром. Они подобрали оставшихся выживших и высадили их на берег. 1896 год. Первый замок-молния запатентован в США его изобретателем Уиткомбом Лео Джадсоном. Он представил свое изделие 31 марта 1893 и позиционировал его как застежку для обуви. Впоследствии Уиткомб усовершенствовал конструкцию и покорил весь мир. А застежка, благодаря издаваемому звуку, получит во многих странах имя «Зиппер». 1999 год. Выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических, но при этом художественных фильмов «Матрица». Фильм производит эффект разорвавшейся бомбы. 60-миллионные расходы на производство окупаются буквально за два укенда. «Матрицу» номинировали на «Оскар» в четырех категориях, и во всех она одержала победу. А «Вачовские» моментально стали лучшими режиссерами года. Ну и самое главное, фильм стал символом своего времени. Правда, уже ушедшего частично, на мой взгляд. 31 марта 2002 года. В Великобритании национальный траур в связи со смертью королевы матери Елизаветы. Она скончалась во сне на 102-м году жизни. Между тем, британские телезрители возмущены тем, что ведущий новостей BBC был в красном галстуке вместо положенного траура. А комментаторы телекомпании несколько раз назвали королеву-мать старушкой. Ну и последнее. 1889 год. В Париже торжественно открыта Эйфелева башня, построенная для универсальной выставки. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. За год ее посещают до 7 миллионов туристов, иногда до 30 тысяч человек в день. Как только башня появилась в столице, парижане ненавидели ее настолько, что просили снести это чудище. Ну а теперь это символ страны. Так что, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. С вами был Николай Пименко в проекте Дата.